Всем привет! Сегодня немножко у нас будет о косметике. Я вам расскажу о каких-то гаджетах и штуках интересных, дрюках. Короче, мои последние покупки и какие-то любимчики, что мне очень нравится, о чем я не могу молчать, хочу вам посоветовать. Давайте с этого и начнем. Я уже в видео неоднократно говорила, и вот за последнее время. Это мои устоявшиеся лучшие прям средства, которые я каждый раз уже очень много раз повторяю. И я еще раз напомню, вот для меня на данный момент, сейчас вот по бровям будет, для меня классные лучшие три средства, два средства для бровей. Это карандаш Luxe Visage. У меня он с листа первый оттенок тауповый. Вот этот у меня закончился. Вот у меня еще купленные заранее лежат. Тут уже ничего не осталось. Один минус этого карандаша нет, щеточки для расчесывания. Она бы очень сильно здесь пригодилась. Маловато, конечно, грамм, но они все выкручивающиеся. Автоматические карандаши там всегда мало грамм. Потрясающий цвет, текстура, не надо сильно нажимать. Довольно-таки жирный, при этом не размазывается. Хороший оттенок, просто замечательный. Также для бровей у меня, скажем так, зафиксировалось в моей косметичке. Это тауповый тоже оттенок на Anastasia Beverly Hills помадка. Когда заканчивается карандаш, я перехожу к помадке. Но тут у меня еще два в запасе есть. Это моя главная любимая покупка из России. Если кто-то едет, то это то, что мне всегда нужно. Я прям никогда лишним для меня не станет. А вот гель для бровей от Luxe Visage, это тоже мой устоявшийся фаворит назовем. Это гель-фиксатор для бровей Luxe Visage Brow Fixing. Есть два варианта. Две модели назовем. Brow Fixing вот этот. А есть еще экстра, там 12 часов стойкости, что ли он называется. Вот это лучше всего. Тот, который 12 часов, я вам как-то видео показываю, мне тоже не очень нравится. Он липкий, ощущение какого-то слишком клея. Да, он фиксирует дубовые волосы, волосинки становятся. Но он сам какой-то комкообразный на бровях, какие-то сопли тянутся. Там однозначно, вы знаете, да, что клей добавляется в средства, фиксирующие для бровей. И там вот этого клея дофига и больше. Не очень приятная штука. Никогда больше не куплю. А вот именно формула Luxe Visage Brow Fixing потрясающая. Тоже мой фаворит. Также я вам говорила, просили затронуть гаджеты. Я приобрела вот такое средство. Покупала на Wildberries. Если будет живая еще ссылка, я оставлю. Но не рекомендую прям эту. Производители очень много. Это GES. И у фирмы GES. Ультразвуковая чистка для лица. Артикуль мощность 5 ватт у меня. Фирма и... Ой-ой-ой. Вот тут все, в общем, написано. Ничего не понятно. Сама штука здесь подзарядка. Она USB работает. Стоимость не вспомню, честно скажу. В интернете сами посмотрите. И всяких разных много. Почему я ее купила, ультразвуковую чистку? Мне неплохо она подходит. Особенно на летнее время. Именно сальные железы, расширенные поры убирать. Чтобы не каждый раз механически что-то надавливать. А чтобы ультразвуком проходиться меньше повреждений на кожу. Мой косметолог из России посоветовала. Она достаточно дала добро. Я по воде просто делаю ватным диском на распаренное, естественно, лицо. Хорошо работает на распаренное лицо. И гель специальный для ультразвуковой чистки я не стала приобретать. Потом после использования я использую маску, применяю успокаивающую для ультразвуковой или ручной чистки. Я вам ее уже показывала до этого в масках ранее в видео. Стоит ли нет покупать средства? Что могу ответить? Когда я выбирала, надо смотреть в среднем, чтобы цена была средней. Это не Алиэкспресс, это Файлбис, это немецкое вроде бы производство, это фирма. А с всяких Алиэкспрессов, там еще всяких сайтов китайских очень часто. Все вот эти косметические приблуды, ультразвук, чистка или там вот этот Классоник, забыла как он называется по-русски. В общем, все эти стори часто приходят, или распариватели для лица можно, они приходят поломанные, либо некачественные, в плане они быстро ломаются. Лучше производство брать или... Короче говоря, моя косметолог сказала, ты можешь, конечно, я тебе не запрещаю, но выбирая такую штуку, ты уж тогда не просто потеряй там 2000 рублей, только добави, купи что-то среднее по цене. Оно одинаково работает, лучше, скажем так, твою грязь и прыщи, черные точки выбивать ультразвук за 10 тысяч рублей, словно за 5. Разница, говорит, огромная не будет, они будут работать абсолютно одинаковые, поэтому по цене надо выбирать нечто среднее. Вот эта средняя ценовая категория, вот 3,5-4 тысячи рублей где-то он стоил примерно. Да, это действительно работает, здесь еще есть микротоки, еще одна функция, я ими не пользуюсь, но они чувствуются, как бы, что они что-то есть, но я не заметила, что они что-то делают, пару раз я делала, так что, может, делать надо регулярно, ну, в общем, окей. Не моя история, я для ультразвука. Работает, уберет именно сальные вот эти загрязнения, жиры, вся история. Хорошо убирает, когда у вас реально жирное лицо, вы давно чистку делали, и смотря как участки кожи какие-то, нос, конечно, вот эти вот места, у меня лучше всего здесь, где-то, или подбородок, у меня это вообще не проблемные места, там и результата особого нет, там и чистить просто нечего. Соответственно, убирает, вы будете видеть, если у вас сильно загрязнение на лице, а если оно чуть-чуть, слегка, недавно было чисткой и так далее, вы особо жира тут тоже не увидите. Но грязь выбивает, в принципе, как и по массажным, там, против массажных линий оно идет, в общем, посмотрите в интернете инструкцию. Да, работает, во-первых, это не просто фигня или воздух, там я какую-то жидкость гоняю по лицу, да. Жир убирает, но только если действительно загрязневшие такие участки есть, да, уберет неплохо, нравится, не жалею, что купила, в хозяйстве, как говорится, пригодится. Но пригодится тем, у кого реально, я прям посоветую, какая не сухая еще кожа, только жирная, сальная для подростков, расширенные поры, вот эта история, прям, когда там нормальные такие комедоны засели, или, точнее, грязь смешалась с жиром, вот это реально работает, но реальные эффекты я видела только в первый раз, очень, потому что оно хорошо было, что почистить, да, а спустя время уже меньше, конечно, вижу каких-то, ну, в общем, грязи какой-то, да, которую она убирает, потому что просто чистить, честно говоря, нечего. Ну, хорошая вещь, не жалея о покупке, нужна или нет, сами решаете, вот для кого высыпание, еще с прыщами борется в том плане, что с жирностью, гормонами, вот эта история, на лето, вот эта штука может быть вам полезна, но ни в коем случае не для сухой кожи, не для нормальной, кого нет, прийти, вам это просто тратодин, это точно не надо будет. Мои любимые средства, я просто так показываю, да, это тлокситан, гель, масло, гель для душа, масло для душа, вот этой серии с, английский, по-турецки в голове есть слово, по-русски нет, это вот как объяснить, по-русски нет. Масло для душа и крем для тела, локситан, это популярных, это линейка, миндальный, о, вспомнила, сладкий миндаль, обожаю этот аромат, класс, кайф, всегда пользуюсь ими вместе, но я хочу на заметочку показать, что им не то, чтобы я не назову заменой, но очень похоже по запаху аромату, я нашла такой гель для душа, вот у меня пользуется муж, это Ля Пяти Марселье, Интенс Нутришн, это портокал, чечек, цветки апельсина, эргановое масло здесь, но на самом деле здесь, да, цитрусовый такой аромат идет, но очень сильно напоминает, он очень хорошо потом остается на коже, то есть ты им помылся, и у тебя прям кожа пахнет как парфюмом, здесь довольно-таки сильный аромат идет, и у тебя кожа прям пахнет каким-то таким апельсином, не прям цитрусовым, а таким насыщенным, и не прям цитрусом, а немножко, здесь не заявлен аромат миндаля, но на миндаль очень похоже, я не скажу, что это одно и то же или замена, здесь как бы вообще в креме это молочный миндаль идет, но очень напоминает аромат, присмотритесь, может кто-то захочет приобрести, очень классная вещь. Из туши, я вам говорила, что моя любимая тушь это от Lancome, вот еще классный фаворит у меня, это Минька, она у меня лежала, наверное, год или полтора в покупках, это Benefit The Real, очень старая тушь уже несколько лет этой, как бы сказать, серии, да, и она недавно созданная, она очень сильно напоминает по качеству, практически как будто бы я пользуюсь от Lancome Hypnose, ну, честно, разница, что у них и цена, я думаю, одинаковая, да, но Benefit в Турции, в Сифоре продается, тоже легко купить, в общем-то, кто живет в Турции, здесь идет оригинальная сеточка, она удлиняющая тушь, она, видите, колючая, на конце у нее шарик круглый есть, шариком очень хорошо, а нижнее, знаете, вообще мне этот шарик, напомню, острые силиконовые у шарика шипы, как будто противотанковая мина вообще просто, она очень коляется, но при этом удобно, конечно, разделять реснички нижние, прокрашивать, тушь очень хорошего качества, жирная, при этом тянется, не очень сильно марает века, со временем, в течение, там, носки, дня века тоже не чернит, в общем, одни плюсы, мне очень-очень понравилось, есть от Lancome туши, которые со временем высыхают, начинают мазать, тоже не все гипноз, вот эта серия туши, они все хорошие есть, которые мне не очень походят, но вот это, короче, гипноз Lancome лучших времен, я бы сказала, немножко о гаджетах, и чисто, скажем так, свое ревью хочу сделать, не хочу делать отдельное какое-то видео, этих видео на ютубе, на валом, вообще старая тема, это уже не популярная история, пользуюсь Dyson феном с набором с накруткой волос, или как это называть, не знаю, в общем, вы поняли, да, в общем, фен и всякие насадки для закручивания, не знаю, как сет это назвать, не помню полное название этого средства, вот оно, что у меня сейчас, как оно в использовании, извините, тут волоски какие-то торчат, вот я буквально волосы сегодня сушила, еще не почистила щетку, в общем, что хочу сказать, покупка стоящая, мне нравится, для кого, если кто-то задумывался покупать или нет, сам по себе фен достаточно, если кому-то, у кого-то, почему я его купила, мне хотелось новый мощный какой-то фен, другой просто, не который у меня обычный был, я думаю, ну куплю Dyson, а потом думаю, ну может быть ставил вот этот стайлинговый набор купить, поспрашивала у кого-то, девчонок, знакомых есть, я сказал, да, бери, типа, нет, лучше доплати сразу стайлинговый, возьми набор, так и я этому тоже решила, потому что фен там без стайлинга, если вам он не нужен будет, фен довольно-таки мощный, мощный, тоже хорошо работает, вот мне фен очень понравился, я им просто так пользуюсь, мой фаворит, эта насадка, конечно же, даже не феновая, а вот эта для объема от корней, мне и дочери просто супер заходят, очень реально не сушат волосы, классно работает, все это правда про него, что рассказывают, про счет кудрей, они действительно кудреца фиксируются, но у меня волосы, так как они прямые, мне это вообще проблема кудри сохранить и на плойку в том числе, и то, что-то у меня какие-то волны остаются иногда, если их фиксировать лаком, использовать там средства, пенку и тому подобное, то тогда оно будет держаться, в общем, у кого легко крутятся волосы и сохраняют кудри, не разваливаются, вам это средство может реально накручивать без плойки волосы, это будет держаться, если вы будете фиксировать это естественно с помогающими средствами, такими как лак, пенка для волос или там, очень мне, знаете, на что хорошо идет, на соленый спрей, а-ля вот такие соленые кудри, он не называется, соленый спрей, ну, знаете, эти там, а-ля типа делать морская вода для волос, ну, вы поняли, да, чем я говорю, там же тоже фиксирующие моменты есть, мне очень хорошо тогда на это сушится и фиксируется, держится, вот, в общем, неплохое средство, и как отдельно потом, мощность ли хорошая у фена, да, можно стайлером этим не пользоваться, если он вам не нужен, фен тоже классно работает, мне очень нравится, один минус точно скажу для своих волос, что концы именно моих волос, возможно быть, не так, при накручивании очень сушатся, именно концы почему-то, не знаю, вот тут все нормально, все в порядке, а вот именно концы, когда я накрутку типа пытаюсь куда-то делать, да, что волны остаются, они очень сухие или спутанные, и когда я сушу просто феном, без какой круглой насадки объема, просто феном на простую расческу что-нибудь, у меня тоже путаются всегда концы, у меня почему-то с этим феном концы быстрее высушиваются, чем сама корни волос и так далее. Вот такое ревью у меня, отчет, спасибо вам за внимание, если есть вопросы, пишите в комментариях, на что вам еще интересно послушать от меня про косметику, уход за собой и тому подобное, буду рада ответить на ваши вопросы, пишите в комментариях, может снимать отдельное видео об этом, если вам нужна моя консультация как психолога, пожалуйста, пишите мне на почту, у меня всегда под видео с темой письма консультации, спасибо за внимание, всем пока!